В Российском Центре науки и культуры проходит большое количество мероприятий, многие из которых связаны с историей. Презентация инициативы участников медиашколы «Нон-стоп» под названием «О войне написано не всё» стала одной из таких. Тема выбрана не случайно. В этом году исполняется 80 лет с момента начала Великой Отечественной войны и героической обороны Брестской крепости. Проект мы делали около месяца. Мы затронули не только нашу медиастудию, мы обращались к историкам. Они советовали книги, различные материалы, которые можно было бы прочитать, так как в начале работы то, что приходило на УМ, это была только книга Смирнова «Брестская крепость». Да, большая часть информации была взята оттуда, однако различные воспоминания пришлось брать из других книг и документов. На презентации проекта присутствуют брестские школьники, и захватывающие короткометражные фильмы о Великой Отечественной войне тоже готовили они, что подтверждают принцип равный равному. Ведь только в таком случае можно говорить об успешном и продуктивном диалоге. Когда одно поколение говорит на одном языке, но о тех событиях, о которых они в принципе знают достаточно мало, просто потому, что они не застали этого времени. К сожалению, ветеранов наших с каждым годом становится все меньше, и нет возможности для такого более активного, наверное, общения. Вот это вот, это сегодня тот формат, в котором мы действительно можем вести диалог. Он может быть не такой активный, но тем не менее это возможность послушать живые воспоминания, возможность окунуться в то время и понять действительно, что пришлось пережить людям. Учащиеся медиашколы «Нон-стоп» подготовили видеорассказы на разные темы, о подвиге и современных экспозициях Брестской крепости, о блокадниках, о работе военных почтальонов и многом другом. Рассказы ребят, музыкальное оформление, построение сюжетной линии. Все говорит о том, что участники проекта не только сами окунулись в атмосферу тех далеких и страшных сорковых, но и смогли ее передать. Мы готовим проекты с помощью наших молодых ребят, друзей. В том числе это такие вот видеоролики, которые рассказывают о жизни удивительных, значимых людей в истории города Бреста. И нам приятно, что сегодня вот этот новый проект будет представлен на стенах именно Российского центра науки и культуры. Проект, подготовленный как раз таки ребятами, которые прониклись этой темой, о котором не безразлична наша история, совместная история, история Великой Отечественной войны, подвига наших дедов. Такие проекты позволяют глубже понять и осмыслить события Великой Отечественной войны, а также сформировать свое мнение. Ведь сохранить историческую память о трагедии 1941-1945 годов для будущих поколений – долг каждого человека. Субтитры создавал DimaTorzok